так вот ребятки смотрите сюда вот направо и там эта фирма должна быть пока тут выключим понятно так ну-ка давай-ка фокусируйся вот так хорошо по всей видимости знак для того чтобы это сам не в индустриальной зоны не сюда нельзя поворачивать а в населенный пункт ну да вот она господи боже мой то чуть-чуть не доехал блин панику устроил тут наверное тут да я больше часа тут потерял зашел бумаги отдал вот такое хорошо подожди в машине я сижу жду уже полчаса 40 минут прошло думал да и и мое смотрю другие машины приезжают заходят бумаги отдают подъезжает до рампа что такое что за фигня позвонил испанент шикате рука те стою время теряю опаздываю на последнюю разгрузку наград еще разберемся сейчас я горит им ставлю позвонила и тут же через минут пять прибежал сразу же прибежал горит давай это самое вставай ну все встал давай потом ждать опять уже возле рампа зато стою но жду опять же пока нас а водится там от другой машины ко мне подъедет знаю но в общем это освободился пришел давать торопится часто время уже сколько полдвенадцатого они работают до 12 часов а там у них еще машина целая куча они наверно хотят до 12 всех успеть и разгрузить через 500 метров развернитесь на кольцевой развязки на сил за там как это как бешеный палет его возят там останавливается хватает эту плакетку которую друкер вот но вот дрюкер отрывает этикетку бежит палетик клеит прыгает опять на этот штаблер и бегом все бегом бегом боже мой как бы не споткнулся не упал бы блин ну ладно хрен сник не знает наверно что делаю но разгрузился по крайней мере так и что здесь такое и столпотворение это что стоянка просто не просто стоят а я переживаю мне это написано до двух часов а часто уже пол первого а мне ехать сейчас в сторону леона где-то полчаса а коти говорит не они не все нормально я там это неправильно написала говорит это да до 7 часов вечера ну хорошо слава богу с последней загрузкой что это не будет заморочек я прибыл ну вот какая-то фирма так это чё фига то я тут не прыгнул фигня какая-то дай-ка я кружанусь немножко по кругу нифига тут нет ничего ребят блин не знаю чё делать заезжать туда что ли ну ладно ребят я выключусь пока опять я что-то накосячил я неправильно адрес забил оказывается наверно я сейчас это google карты google maps открыл сейчас посмотрим куда она приведет я отъехал оттуда немножко сторонку и встал там тоже в индустриальной зоне где места побольше было спокойно улице еще поискал посмотрел не стал я забивать я сейчас нашел в гугле но не стал забивать на навигатор так прямо нажал это показать дорогу ну вот она ведет меня час так странным образом меня ведет вообще другую сторону чё вон почему вон почему полин там три с половиной а гугли то гугль то не знает что я на грузовике еду давай другую дорогу хорошо с реальной зоны нам как дорогие хорошо так да место у нас 4 4 километра так далеко хорошо по главной естественно да ну ну народ уже сидит там и он с левой стороны тоже фирмочка какая-то люди сидят там на стульчиках на улице бутерброды жуют ну ну хотя нет может не бутерброды бутерброды наверно немцы едят а французы кроссаны едят наверно это шутка это шутка ребят шутка ах ты зараза он меня обратно ведет блин а он меня обратно ведет за стороны а а а а ладно сейчас мы здесь станем и забьем нормально на навигатор ну задал я еще раз надеюсь сейчас в этот раз корректно я еще этот номер дома как кальзова номер улицу и номер задал 62 через 200 метров поверните направо затем в конце дороги поверните налево и вот разница видите какая вот google и вот навигацион этот навигацион грузовой том том 620 а по другому ведет начинаю уже нервничать ребят тут опять остался один километр опять какой-нибудь сюрприз будет так мы здесь ехали или нет вот так вот ребята дальнобой что мечтает о дальнобое все не так уж и просто потом еще обязательно сделаю видео вот откомментирую это видео которое я сегодня смотрел слушал так налево фирма называется ойра ойра интерфуд я ее пока не вижу так сзади никого буду ехать медленно чтобы не проскочить ребят даже если вы ну вот совет может быть начинающим если вы даже если сзади даже машины едут не давайте себе стресс делать езжайте так чтобы успевали смотреть это индустриальная зона ребят подождут ничего страшного я по-моему то сейчас проеду мимо да не вижу нифига едем дальше через 80 метров вы прибыли вместо назначения и она с правой стороны правильно но увеличение идет значит я проехал 3 кинкота заехал на чужую фирму и пупу моего парень стоит там курит смотрят на меня так акса надо отпустить блин заколебала он говорит это напротив фирма я не знаю как сейчас туда заехать ну это на говорит это отнесся спокойно говорит езжай прямо там развернешься а где тут напротив а вот она господи как же я у него как же я его не заметил то болезнь честно как-то выбираться отсюда вот здесь вот ворота не закрыты сейчас они будут до двух часов закрыты я решил туда я решил туда не заезжать может места не хватить у меня то это будет полтреллера еще торчать на дороге думать прямо здесь астана на дороге буду постоять голуби это какая-то турецкая фирма турецкий склад а вот о голуби чего они тут делают не знаю но не видно это они закрытые завидно их там нет через эту сетку что-то не видно что они могут вылетать но их тут много что-то это и там тоже сидят засранцы все полно у них тут полно на как она там у них тут зачем сидят непонятно наверно выпускают их тоже иногда да потому что тут вон и какашки на улице тоже значит они на улице тоже бегают и вот эта ступенька как будто бы залазить туда вовнутрь понятно ладно отхожу задом чтоб сзади люди которые стоят не видят что у меня телефон в руках снимается удивляюсь что-то было что-то хлопнуло у меня все нормально должно быть удивляюсь их спокойствие но турки сами по себе спокойные до поры до времени то есть они не напрягаются ну вообще французы в общем дай-ка окно закрою французы в общем они как-то это немножко другой народ чем немцы они намного спокойнее к работе относятся они все как-то все попроще не напрягаются ах шиз ах просто видно что они не торопятся спокойненько так разгрузил вообще без проблем просто видно что по самому поведению что видно что спокойно я остановился пойти в бюро подписать зашел в бюро там такая маленькая молодая женщина в этой в их длинном таком не знаю платье может быть да или что и там в платке встречают меня прямо у выхода я только зашел стоим критом алё говорит улыбается такая чё направо разы улыбается такая и это а еще и по-английски говорит я говорю у меня это сигнатур ну француз говорят подпись это сигнатур у них у нас спрашивают чего разгрузились палета change то есть палета поменяли я говорю да палета тоже поменял хорошо ну грамотная молодец пошла подписала даже не спрашивала где где подписывать в каком месте уже посмотрел раз а раз в уголке там подписала там где надо вот вот маленькая такая забавная очень маленького роста не знаю метр метр пятьдесят наверное может даже меньше наверное даже меньше чем метр пятьдесят ну приятные люди я вам скажу приятные люди в бюро зашел она заходи говорит прямо в бюро там люди сидят в бюро это кто чем занимается нет заходи говорит я зашел он прям возле стола постояла она подписала все отдала ну что сорва ну и все сейчас что у нас какая задача доехать до автобана или до платежки там немножко переодеться и потом у нас четыре часа ходу поверните налево четыре часа хода у нас потом будет езда приедем мы где-то примерно половина седьмого вечером ну в принципе хорошо нормально а деньги просит для семьи где-нибудь там в сирии допустим но я чуть не пойму почему она в такой этой одежде в куртке прямо в зимней жарко же сейчас 25 градусов ребят вон видно нет 25 градусов на улице жарко на улице зачем я все это снимаю непонятно послеобеденный леон так скажем так вам же все интересно смотреть на ум может быть румыния тоже по дороге работают пацаны тоже куда-то едет жарковато клима включил я тоже сейчас поставлю на 18 градусов пусть потихонечку остывает а то я себе знаю сейчас накручу опять температуру твой твой прям на каблуках такая вообще нарядная не пойму по какой дороге мы едем вроде мы здесь разве ехали нет когда сюда ехали нет не помню и не пойму много людей в этих в куртках прям в осенних 25 градусов на улице жарко ну скажем так даже тепло е-мое они в куртках все ходят странно похоже мы выезжаем на автобан ура слава богу да ну здесь вот он смотри дороги выезд на автобан сандры тоже грязноватенько мусор валяется сразу напоминает мне париж блин чем-то напоминает париж тоже постоянные мосты туннели и грязные обочины слоновьи бега называется молодец пропустил красавчик тут было для грузовиков 70 километров в час но то что понять нельзя не было поэтому он пацаны обгоняют хоть 50 километров в час он не может быстрее ехать но будет ехать по левой полосе другим не давать обгонять сам еле-еле едешь какого хера тогда вылазить до спрашивается сейчас себе потихонечку на правой стороне все на другим пацанам обогнать вот нормальное сужение дороги хорошо ты посмотри сорноп гоняет черти вот же черти германия называется слоновьи бега все ребята все я выключаюсь едем как я уже говорил что заеду стояночку одену свои треники с вытянутыми коленями и поеду четыре часа мне ехать еще ведь уже уже меньше четырех часов туда приеду булочками грузиться но там я уже не буду включаться ребят так что это к тому же вы все видели кто не знает это там где этот бассейн с лягушками ну все ребят все тогда не знаю без без понятия что получится из этого видео может быть что-нибудь там пару кусочков вырежу с этого видеоматериала так что но все ребят не забывайте если вам нравится видео не забывайте ставить там пальчики вверх все такое вы сами знаете ну там колокольчик этот все ну вот это ерунда ютюбовская типа там продвижению там помогает все такое там канал ну ладно все ребят всем пока всем хорошего дня вечера ночи и утра берегите себя и ну и и и и и и а и но матки какие у них там и и моток с нитками моток с нитками негабаритный груз негабаритный груз по сигнале негабаритный груз и и и и и и Продолжение следует...